ПОДПИШИСЬ! Давайте нажмём на плей и уже будем разбираться. Здесь я также создал своего персонажа. Давайте просто выберем КВМ, выберем мой мир КВМ и уже будем играть. Так, коснёмся экрана и начинаем играть. Получается, когда я увидел скриншоты, что она вот как бы вышла, да, увидел, что есть машины, есть различные разнообразные оружия, я сразу же её скачал и сейчас описываю для вас обзор, потому что я думаю, что эта игра вам понравится. Ну, как бы знаете, открытый мир, без каких-либо закрытых там территорий, просто двигаешься, мочишь, зомби, качаешься, точнее, катаешься на машине, ищешь оружие и всё. Ну что, давайте сядем в машинку, потому что она здесь у нас поблизости была и поедем что-нибудь искать. Например, оружие какие-либо, либо же зомби. Так, ну что, я поехал. Также у нас есть, получается, переключение виды камеры. Это как бы за рулём. Вот так это всё выглядит. Довольно-таки всё прикольненько, ну не знаю. Так, ну что, вот и зомби, давайте сбьём его и поедем искать, ребята. Это оружие. Так, зомби с нами поедет. Ну ладно, поехали. Так, прокатим его, ребята, с ветерком. Едем. Здесь у нас, получается, английский язык. Ну, ничего страшного. Как видите, разобраться, в принципе, можно. Ё-моё, сколько здесь, чем много зомби! Если, ребята, мы будем сбивать зомби на машине, то будет, получается, урон даваться нашей машине. Да, она может потом просто загореться и взорваться. Так, вот этот, получается, вид камеры от первого лица. Вот от третьего лица. Угу. А вот, ребята, какое-то непонятное здание, где есть какие-либо прембабасики. Ясненько. Ну, это мне, как бы, сейчас совсем не надо. Я хочу найти какое-либо оружие. Так, а в инвентаре у меня есть, получается, АК-47. Да, получается, есть вот эта вот монтировочка, топорик есть и ещё и пистолет есть. Да ну нафиг. А, я же, ребята, нажал на свой мир, потому что я же играл, я это всё находил. И, как видите, это всё сохранилось. Если вы будете начинать новую игру, то, естественно, у вас ничего не будет и придётся всё искать самим. Так, ну что, уже темнеет? То, что, блин, фиговенько. Так, давайте возьмём оружие и начнём, в принципе, мочить этих зомби. Так, вот так это всё выглядит. Чем-то напоминает игру под названием Unturned. Или Untarned. Не помню, как она, ребят, называется. Она так называется, но я просто неправильно выговариваю это слово. Я думаю, вы понимаете, о чём я, да? Так, ну что, здесь у нас нету ничего. А так, где у нас зомби? Блин, ребята, когда я играл, я не видел, в принципе, ночь. Но сейчас, как видите, у нас ночь. То, что, в принципе, неплохо. И есть, конечно, сейчас у нас проблемка. У меня кончились патроны на этом автомате. Но ничего страшного, потому что есть у меня ещё и пистолет. Так, так, я промахнулся. А, здесь и тоже нету, блин, пуль. Ну ладно, ребята, давайте этой монтировкой сейчас будем мочить этих зомби. Блин, всё темнее и темнее. Посмотрите, ребята. Офигеть. Я практически вообще ничего не вижу. И, блин, это круто. Я думаю, ребята, любителям игр на выживание эта игра должна понравиться. Тем более, знаете, в силе Майнкрафта, там, открытый мир. Блин. Но я всё равно до сих пор удивляюсь, как здесь темно. Капец. Офигеть. Я просто не знаю даже, что сказать, потому что я ничего уже не вижу. Офигеть. Вот это потемнело. Ну что, я сел в машину. Конечно же, нету здесь у нас получается никак... А, нет, есть. Во! Ну, ё-моё, тогда вообще отлично, когда есть, в принципе, фары, свет, да? Потому что, когда я днём играл, я фары включал, они просто-напросто не светились. А теперь ночью, как видите, всё работает неплохо. Ну что, поехали. Вот у нас мост. Давайте проедем этот мост и посмотрим, что у нас будет там. Так, давайте поедем от первой леса, потому что так более-менее будет лучше видно. Так, а тут у нас закрыто, да? Угу. А вот и первая территория, где закрыто. Так, это уже закрытый мир, получается. Ну нет, давайте развернёмся. Теперь у нас всё будет открыто. Так, разворачиваемся и едем. Так, а, ребята, что-то мы, знаете, с вами так уж и полностью погрузились в эту игру, что я даже забыл вам показать, что ещё имеется в этой игре. Помимо этого всего, инвентаря, оружие и всё прочее, вы также можете, получается, крафтить. Вот, посмотрите, различные примбабасики, там, дома можете себе построить, да, убежище какое-либо, чтобы прятаться потом от зомби. Давайте посмотрим, как это всё выглядит. Вот у нас машинка, что-то у неё непонятно, как свет фар горит. Ну, это мельчайшая ошибка такая, знаете, баг. Недоработка будем называть тогда. Вот этот, ребята, крафт. Смотрите, можно кассёр, да, сделать. Давайте это уберём сейчас. Так, а как убрать это? Так, ай-яй-яй-яй. Так. Получается, мы выкидываем его. Нажимаем сюда вот. Как-то я, ребята, это выкидывал. Просто не помню как. Так, а как же тебя выкинуть? Так, ребята, извиняюсь, 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 извиняюсь. Так, я забыл. Я реально забыл, как это всё выкидывать. Потому что нужно выкинуть оружие, чтобы потом добавить в наш инвентарь что-нибудь, чтобы потом что-то сделать. Ага. Ну, что-то я позабыл, 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 позабыл. Ну вот, ребята, посмотрите, да, вы видите всё сами. Различные вот столы, где мы будем потом уже крафтить различные там двери, дома. Вот костры, да. Ага. С этим я, ребята, понял. Ну, что-то я позабыл, как это всё выкидывается. А должно это, ребята, выкидываться? Должно. Я помню. Что-то, ребята... Ну, ладненько, это мельчайшая такая фигня. Ладно, давайте не об этом, а уже поедем. Потому что, когда у меня не было, ну, этих предметов, которые сейчас у меня, видите, они все заполнены, эти вкладочки, теперь я ничего не могу сделать, чтобы что-то создать. И когда у вас, ребята, нет ничего, например, вы хотите построить себе дом, берёте эти дрова и уже там создаёте себе домик, чтобы потом уже где-то прятаться от этих зомби. Но что-то, ребята, не светлеет. Всё сделано, как бы, знаете, реально так атмосферно, реалистично. Типа ночь, выживаю в ночь, потом днём. Вопа-ня, вот и зомби у нас здесь двигаются. Давайте сбьём их. Так, отлично. И что? Мы вроде, ребята, здесь на всё посмотрели. Прикольненькая игрушечка. Скачивайте. Ссылка будет в описании. Также не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. Ну, на этом всё. И всем спасибо за просмотр. До скорой встречи. Пока.